Пересекла границу и целый месяц бегала по Голландии. Малышку поймали все-таки, проверили чип, вернули хозяева. Сейчас малышка дома, я уже видела фотографии, мне уже прислали все это, без всяких этих... А за это не оштабовали их? Нет, нет, это бывает, это случается, и для них это не страшно. Знаете, очень много идет разговоров о том, что собак увозят туда на опыты. Это ложь. Об этом могут говорить просто некультурные совершенно люди, не понимающие обстановки. Дело в том, что опыты над животными проводятся и у нас в России, клиника Павлова. И не надо тыкать пальцем соседа, у нас то же самое, мы сами не без греха. Но опыты проводятся, но опять же, опытных животных выращивают в лабораториях. Потому что какие опыты можно взять с дворняжки, если мы не знаем, какой у нее генофонд и чем она вообще переболела? Ну какой опыт можно сделать на грязном животном? Понимаете? Мы же не знаем, что у нее уже там. Поэтому еще раз говорю, бигли, это самая несчастная порода в мире и самая добрая, самая ласковая. Именно их выращивают в лабораториях. И немецкая злосочета тоже с этим бьется. И они громят эти лаборатории, они выкупают этих биглей. То есть у них то же самое происходит, что и у нас в России. Но вот тех животных, которые уже там были на улице, дворняжки, которые улетают отсюда, они просто живут в семьях, да, эти животные? Я еще раз говорю, я не знаю, я не хочу отвечать за всех. Ну за ваших точно. Я отвечаю только за моих, потому что мои летят только в семью. И очень большая часть семей, они находятся у меня сейчас на моей страничке в фейсбуке, в друзьях. Они часто высылают мне видео. Вот вы называете своих собак детьми, правильно я услышала, да? Вот вы говорите, вот моя девочка, вот дети там убежали и так далее. У вас их сейчас 460. Вот можете вкратце рассказать о своем дне? Как он начинается, как заканчивается, как проходит? Я так понимаю, что он полностью весь с ними, да, и посвящен. Полностью, да. Потому что у меня нет своего пространства, у меня нет своего времени. Даже в спальне наверху со мной спят три. Это никак. Тем более, если Айку не пустишь на второй этаж, она будет вопить к сумасшедшей. Весь первый этаж дома занят животными. У нас там человек, кто прооперирован, кто тяжелый. Вольеры у меня, у меня хорошие вольеры. На территории, да? Я была в соседнем приюте в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Вот и посмотрела, как у них замечательно сделано. У них деревянные настилы полностью везде, и все вольеры засыпаны опилками и стружками. Животные все чистые, красивые ходят. Я переняла этот опыт, и сейчас у меня то же самое. У меня все будки находятся под навесом, будки утепленные. Настилы деревянные, и мы на зиму сыпем очень много стружек и опилок. То есть все, в принципе, хорошо, в хорошем условии. Кто приезжает к нам, всем нравятся наши приюты. Просто нравится. Ну вот немного о вашем дне. С чего ваш день начинается? С капельницы чаще всего. Обычно вскакиваешь, да, не успеваешь выпить кофе, бежишь смотреть, как перенес ночь ребенок, который болеет. Я сейчас приехала к вам на передачу, а в машине у меня две собаки. И мой водитель сейчас повез их в ветлазарет, потому что у одной девочки после операции открылась рвота. Возможно, мы ей упустили пероплазмоз. И малыш в вольере простудился сильно, очень тяжелый. Так что у меня сейчас двое животных тяжелых, именно тяжелых. А дома еще около, примерно, десяти. За которыми нужно уходить. За которыми необходимость сейчас, да, именно уход, операции, перевязки. Вот, кроме того, у нас сейчас очень тяжелое положение. Мы уже два дня сидим без корма. Мы закупили вчера сухарей. Почему? У приюта не только друзья, у нас есть и враги. Люди, которые называют меня живодеркой, мошенницей. Мошенницей, потому что я не веду финансовые отчеты каждый день. А это обязательно надо делать. Но, еще раз говорю, с моим количеством животных это нереально. Но мы вывешиваем полностью все чеки. Вот я говорю, что операция стоит 20 тысяч, она вывешивает этот чек. Корм стоит у нас 200 тысяч, мы вывешиваем этот чек на 200 тысяч. И если кто-то считает, что можно разбогатеть, имея полтысячи животных, то я просто приглашаю в гости и предлагаю поменяться со мной местами. Хотя бы на 2-3 дня. И пусть эти люди побудут у меня, а потом сделают отчет. Ваш адрес открыт на сайте, да? То есть все могут приехать, увидеть? А сейчас вообще кто-то устроил небольшую шутку, и мой адрес и мой телефон вывешивают как ветклинику. И я получаю кучу звонков и просто схожу с ума от этих звонков. Почему так много недоброжелателей? Откуда это? Наверное, с одной стороны, я думаю, что какая-то зависть. Зависть, может быть, человек себя не реализовал. А здесь просто женщина, которой 60, у нее полтысячи животных, и она справляется. Понимаете, это тоже как-то звучит. Может быть, кого-то заедает. Кроме того, мне очень много в интернете пишут хороших, добрых слов. Кого-то это тоже заедает, и они пишут, ним над головой не надоел. То есть это вот сквозит. Ну, в общем-то, люди разные, понятно. И очень сильно завидуют деньгам. И, понимаете, никто не видит работу, никто не видит животных. Все видят деньги. Как стоит вывесить чек на 200 тысяч вот за корм, первые слова к ей я услышала, сколько же она в карман положила. Сначала я расстроилась, сейчас отношусь к тому со смехом. И обычно предлагаю, ребят, поменяйтесь со мной местами, и ложите, кто вам мешает. Возьмите у меня половину животных и богатейте. Но только с одним условием. Пусть они у вас будут такими же ухоженными, как мои. Раз уж сегодня день животных, точнее, Всемирный день защиты животных, наверное, стоит сказать и о законах. Митинги недавно проходили в Москве и вообще по всей России по защите животных. «Россия без жестокости». Так звучал лозунг. Вы почему-то качаете головой. Потому что у нас к животным в России относятся чудовищно страшно. Страшно. У нас просветает живодерство. У нас не наказываются разведенцы. У нас торгуют этими животными как товаром. И причем совершенно никого не волнует, что эти животные чувствуют. Тех, кого не продали, выкидывают в леса, во враги, куда угодно. Мы очень часто находим мертвых малышей. Часто делают, родились малыши, они просто выносят со сумков. Бросают, заворачивают и живыми бросают в пакетах мусорку. Это вообще страшно. Если уже у вас собака родила щенка, дайте ему вырасти. Дайте ему допить маму, а потом, если уже вам он не нужен, но оставьте его у рынка в коробке, его люди заберут. Но вот этих новорожденных, которых вы обрекаете на смерть. Я недавно в лесу нашла коробку. Там было шесть щенят. Их настолько мухи сожрали. Они все в опарышах, в червях были. Вы представляете, новорожденные. Им было от роду 2-3 дня. Из шестерых мы спасли только четверых. Остальные погибли. Уже их разъели. Это настолько чудовищно и страшно, когда мы достаем вот это. Вы не представляете себе, насколько это выглядит. На ваш взгляд, как нужно ужесточить закон? Что нужно? Какие конкретные предложения? Я считаю, что издевательства над животными должны приравниться к уголовному наказанию. К уголовному. Так как к убийству человека. Потому что, если это оставить безнаказанно, мы выращиваем поколение живодеров. Если он безнаказанно сегодня убил щенка, птичку, собаку, завтра ему станет скучно, и он начнет убивать людей. Все живодеры, какие были у нас в истории и вообще мира, все начинали с того, что отрывали бабочкам крылышки. Потом убивали птичек. Потом кошечек. Потом начинали с людей. Мы растим поколение маньяков и живодеров, и не хотим задумываться над этим. А что касается, вы знаете, еще контактных зоопарков, к примеру, на ваш взгляд, это хорошо или издевательство? Нет, это жуткое издевательство. Вы представьте себе животное, которое целый день кто-то душит. Таскает то за лапу, то за хвост. Ведь те люди, которые работают в зоопарке, в этих контактных зоопарках. Я заходила в эти контактные зоопарки, я заходила в нашу Малибу вот здесь и смотрела. Ну и что, этого хомячка с одних рук другие, как мячик, перекидывали? Кто-нибудь задумывался о том, что испытывает этот хомячок? Какой стресс он получает и сколько их гибнет? Вот эти кролики, хомячки, это вообще расходный материал, цыплятая. Они обычно не живут долго. Их просто заменяют, потому что они быстро плодятся. Это страшно, это настолько зверство. Люди пришли погладить, но ведь вы не один. Поставьте вашего ребенка на прокат. И пусть его погладят. В течение дня. А вы постоите рядом, посмотрите, как ваш ребенок будет на это реагировать. Он не сможет ни поесть, ни попить, ни сходить в туалет нормально, правильно? Недавно кролик укусил девочку. Представляете, кролик, которого до такой степени замучили, что он укусил ребенка. Вот животные, даже кролики, уже зайчики, начинают защищаться. Ну а также есть сторонники еще и радикальных методов, которые говорят, что нужно тех же бездомных собак отстреливать, потому что они опасны для людей. Вот что этим людям вы можете сказать? Голодная стая опасна. Я в этом полностью согласна. Но, а почему они стали опасными? Эта вина полностью наша с вами. Человек его приручил и выбросил. Мы наплодили и выбросили. Мы купили дорогого щеночка, поиграли с ним и выбросили. Особенно на Новый год. Это страшно. Дарят щенят детям, которым эти щенки совершенно не нужны. Пушистый котят дарит. Котенок подрос 3-4 месяца. Он стал не нужен, он начинает метить, он писает в доме. Его выкидывают. Вот вам, пожалуйста. А через полгода он начинает плодиться. Ребята, мы сами плодим бездомных животных. Сами создаем себе угрозу. Они не виноваты в том, что они стали. Голод. На это их толгает голод. А еще агрессия от человека. Валентина Анатольевна, еще раз в конце нашего эфира, к сожалению, время заканчивается, стоит, я думаю, рассказать о ваших координатах, чтобы помочь вашим животным, вашим детям, как вы их называете. Куда можно обращаться, кормы, что нужно в первую очередь. У меня есть минута, чтобы рассказать небольшую историю. Минута есть. Мне хотели помочь здесь друзья. И обратились, вернее, создали, статью написали в вашем журнале «Неоновый город». Ну, не то чтобы наш, но в журнале «Неоновый город». Мне хотели помочь, сказали, что там у нас элита, как бы люди этот журнал выписывают и могут нам помочь, состоятельные люди. Я, естественно, обрадовалась, думала, помощь получится. Статья вышла, фотография вышла, все хорошо. Прошло 2-3 дня. В грязи подъехал однажды днем джип, очень крутой, очень красивый. Вышел дядя такой, килограмм под 120, с маленькой коробочкой в руках. И спросил меня, ты спасаешь? Я говорю, да. Обрадовалась, честно говоря, думала, вот помощь привезли. Дядя протянул мне коробочку, всучил ее в руки, развернулся, сел и уехал. Я открываю коробочку, там 3 щенка. Небольших, маленьких. И ни копейки денег. Вот это была помощь нашей элиты города Липецк, нашему приюту бездомных животных. Мы все-таки, дорогие друзья, призываем Валентине Анатольевне не щенков привозить, а корм, лекарства или какую-то материальную поддержку, если у вас такая возможность есть. Сайт, да, давайте обозначим сайт. Каура2.ру Лохматая душа, если вбить в поисковик, я думаю, этот сайт сразу будет выходить одним из первых. Дорогие друзья, корм, материальная поддержка или лекарства, весь список необходимого наверняка есть на сайте. И реквизиты все есть тоже на сайте. И давайте думать о животных так же, как и о людях, и беречь их и себя. Еще, если есть возможность, друзья, мы часто и очень много оперируем. Ветклиника ветеринарный лазарет Московская, 57А. Вы можете оставить помощь нам в оплате операций. Мы не просим деньги на счет. Если вы можете помочь нам и прийти оплатить любую операцию, или просто оставить там для нас 100 рублей, это будет огромная помощь также от вас. Благодарю вас за помощь. Спасибо. Спасибо вам большое, что вам удалось вырваться и добраться до нас сегодня. У нас в гостях была директор фонда «Лохматая душа» Валентина Анатольевна Сильевича. Прямо сейчас у нас короткий выпуск новостей на Олимска.